здравствуйте дорогие друзья сегодня на канале голос силиконовая долина с вами светлана портнова и хочу попросить вашей помощи я знаю что очень много людей интересуется нашим строительством и хочу получить у вас какой-то помощь совет на уровне может быть съемки или чертежа потому как нам благоустроить этот задний двор я сейчас покажу какие здесь есть проблемы потому что на чертежах когда все плоско и все понятно в общем что тут должно быть но когда мы сталкиваемся с реальным уровнем перепада высот то совершенно непонятно как это все организовать поэтому мы сейчас переходим показу нашей местности в деталях если у кого-то возникнут дополнительные вопросы а по замерам или почему-то то можно связаться со мной на моей группе на фейсбук это bay area russian construction мы дадим линка в описании к этому того чтобы я хотела видеть на этом дворе потому что учитывая что он довольно таки большой место здесь много и что делать с этим непонятно значит вот это дерево мне не нравится потому что она загораживает весь угол и фактически съедают значительную часть участка у нас дом получился вытянутый вот в правую сторону в правый угол мне кажется что для его балансировки вообще в пространстве нашего участка нужно поставить там что-то типа беседки вот ближе вот к этому углу за деревом и в этом смысле это дерево хоть она очень красивая мне очень нравится но она будет блокировать блокировать эту беседку и съедать часть пространстве мне кажется что от него нужно все-таки избавиться это первый момент то что у меня хотелось видеть здесь вот у нас планируется такая это не беседка у нас называется трелес сверху не будет крыша такая сплошная а будут просто такие направляющие по которым мы либо пустим растения какие-то сверху либо они просто будут сами немножко загораживать от солнца надо сказать что вот эта сторона и куда я сейчас показываю это западная сторона поэтому все западное солнце бьет в дом и летом здесь все очень жарко и вот мы строим эту пристройку таким образом чтобы она немножко затемняла сам дом не давала столько вечернего солнца в дом было немножко прохладнее значит вот здесь вот большая поверхность до вот этой веранды я не знаю вам видно или нет какие тут перепады высоты большие происходит значит нужно решить вопрос на каком уровне это все делать по стандартам нам положено если у нас дом заканчивается вот идет шитрак видите а дальше под ним идет фундамент значит здесь должно быть не меньше десяти инчей до поверхности земли если это не обработанная земля или буквально от шитрака извините не от шитрака от стака до земли буквально один инч если идет какая небольшая бетонная дорожка это все связано с тем что нужно воду отводить от дома в случае дождей вот видите сейчас здесь вот лужа и поскольку наклон в сторону дома то все течет в сторону дома и эти самые инспектора они нас специально в прошлый раз заставили откопать вот от дома видите такую траншею чтобы вода все-таки отходила дома мы делаем дренажную систему и наверное уже не показывал вот уже стоят а трубки которые будут отводить отводить воду от водосточных труб все что будет скрываться сливаться с крыши и все это будет уходить в самый дальний левый угол участка где находится так называемый бассейн куда это вода вся будет стекать и тут уже проложены трубы внутри участка в земле которые соединяют вот эти стоки водосточные соединяет вот эти вот трубы не видно здесь их или нет вот эти трубы соединяют вот с этой главным входом в этот бассейн вот он сейчас я попробую к нему пробраться поближе там внизу находится большая яма довольно глубокая нанометров пять которые засыпаны щебенкой и сама труба вы видите она перфорированная то есть через эту трубу и вот тут идут также в земле зарытые аналогичные трубы перфорированная труба которая будет обеспечивать охот воды здесь у нас по отношению к дома довольно большой перепад уровня я думаю что если в метрах смотрите думаю метр-полтора наверное футах наверное где-то два фута и трех тут нету можно до с половиной фута или дома сейчас сидит яме у меня задача такая вот сделать это место вот где я сейчас нахожусь наиболее используемым вот у нас вот этот вход на этот релиз и оттуда вход дом это небольшая площадка где можно будет посидеть если будет там тенек опять же там можно выпить кофе и посмотреть на детей которые могут здесь вот находиться на открытой местности играть в мяч или во что-то поэтому я планировала здесь какое-то иметь каменное покрытие посредине где можно играть мяч мне растут две внучки вот может быть где-то поставить им какую-то у нас называется monkey buy такую металлическую что-то на которые не могут лазать а вот здесь вот в углу конечно до вот этого слива вот здесь вот планировать для балансировки всего дома поставить беседку и таким образом все это пространство по диагонали между трелисом и будущей беседкой вот эта вот площадочка она может использоваться непонятно как разрешить вопрос с уровнями значит землю вывозить мы решили что не будем здесь очень много земли и в общем это довольно таки дорого стоит вывозить и поэтому решили ее выставить она сейчас уже подпирает забор на соседнем участке забор вы видите вот здесь вот есть небольшой это называется нас ретейнинг волк который поддерживает землю другого участка то есть земля на втором участке соседним за забором вот начинается после вот этих вот досок горизонтально уложенных то есть принципе мы можем насыпать еще выше и даже забору это ничего не будет это все точно таким же образом мы можем приподнять вот этот забор его нужно будет немножко переделать сделать небольшой ретейнинг волк и поднять немножко уровень за счет этого нам удастся освободить вот здесь вот площадку перед дома видите как она идет вот здесь насквоз а здесь просто вот так насквоз но мне что непонятно мне непонятно может быть наоборот лучше все это подсыпать к дому и забетонировать площадочку небольшой возле дома так там почти можем подойти к стака или сделать вот эту траншею здесь оставить высокую площадку или сделать здесь низкую площадку вот так чтобы со ступенек можно было спуститься наоборот вот эту всю землю отнести к забору сделать здесь вот такие вот на супер и тренинг волк за что-то там посадить я вообще не специалист в ландшафтном дизайне для меня это все довольно сложно но тем не менее я на плоской чертеже все это распланировала единственная сложность возникает вот как быть с этими уровнями с этими всеми перепадами земли как это все расположить чтобы это было удобно и практично сейчас получается что этот столб на наши вот газиба он стоит как раз на дороге то есть принципе но опять эта ошибка проектирования уже так она получилась мы никуда отсюда не уйдем так этот столб и будет стоять в принципе вот это направление где стоит столб он как как раз смотрит на диагональ участка это в принципе место откуда должен был бы быть как раз выход с веранды но стоит столб уже ничего не сделать поэтому получается что с веранды можно выходить либо с одной стороны либо с другой стороны и таким образом не понятно какой лучшего но мы сделаем ступеньки с двух сторон но куда они будут выходить 1 1 идет ступенька вдоль одной стены дома 2 вдоль другой стены дома то есть как это вопрос организовать имея уже вот этот столб заданный от которого никуда не денешься вопросы вы видите больше чем ответов поэтому мы будем очень признательны если люди которые специалисты в ландшафтном дизайне дадут нам какие-то свои комментарии изначально идея была такая что опустить вот этот вот сейчас вот участок где стою здесь на горке его немножко опустить вот до уровня стены дома вот так как разрешается да и с этой стороны камнями оградить вот этот вот холм который получится таким образом сделать у нас называется ретейнинг волк чтобы она поддерживала камнями эту стенку тут не очень большой перепад высоты в принципе камнями можно это выложить все противном случае при застроить либо деревянную либо бетонную стенку что будет значительно сложнее она будет утяжелять всю конструкцию и в общем с этой стороны вот более низкого места будет наверное очень красивый взгляд если кроме камней делать какие-то настоящие поддерживающие стенки вот такие у меня вопросы к вам ко всем как это место организовать плавно вот здесь вот сейчас этой стороны у нас нет резких перепадов плавно это все спускается сейчас и выходит на улицу и это будет главный вход во двор вот с этой стороны вот то есть наша задача прийти фактически к этому уровню вы видите что здесь земля подходит совсем близко к стакой как бы это никого не смущает вот то есть вопрос дренажа мы решим отвода воды сейчас важно определиться как нам поступить с тем чтобы сделать это все практично красиво и удобно ну и мы ждем ваших предложений спасибо это вот как я планирую себе как я вижу наш задний двор не знаю вам видно мышка здесь или нет значит вот это вот трейлис который у нас строится сейчас вот это наша эдишн а вот здесь вот я планировала поставить беседку для того чтобы или вот здесь вот может быть даже я немножко сбалансировать дом который оказался такой вот буквой г сбалансировать потому что глазу просится сюда что-то поставить на картинке все смотрится легко и красиво и в общем все понятно что с этим делать но в жизни мы сталкиваемся с большими проблемами связанными с тем что у нас это все не одного уровня тут у нас есть несколько уровней сейчас вот здесь вот самое низкое место и здесь вот вырыта вы дальше на видео увидите вырыта канава для там чего-то значит нам нужно определиться вот это я вижу как некоторую площадку наверное вот этот релиз его правильно было бы поставить немножко вот сюда вот так вот сейчас вот здесь вот находится большое дерево вы увидите который загораживает эту беседку может быть и сделать поменьше немножко как то вот так вот хотелось бы иметь здесь передом некоторую площадку где мои внучки могут как-то там играть и веселиться вот то что вы видите здесь окрашенная вот таким коричневым цветом это очевидно те излишки земли которые нам придется вместо того чтобы вывозить отнести их забору поскольку мы не делали специальных исследований связанных с тем сколько здесь земли какие здесь уровни и как это все делать то это будет все по ходу решаться экспериментальным путем то есть приедет просто этот вот трактор или экскаватор будет эту землю развозить и нам будет понятно точно сколько тут у нас уровней получится с чем я сама не могу определиться это какой нам здесь вот задать самый главный уровень посредине и каким образом оформить эту площадку то ли сделать немножко там больше вот сюда например это травка да то здесь должен быть какой-то пятачок с травкой может быть даже с не настоящей травкой а с синтетической который не требует полива у нас большие проблемы с водой здесь и опять же приглашать просто человек который будет косить такой маленький кусочек травки тоже нецелесообразно может быть как-то вот так сделать какому уровню привязаться вот в этой центральной точке вы позднее в самом видео увидите какие тут здесь перепады высот значит я думаю что вот это вот место по сравнению с вот этим местом это сейчас где-то метра полтора глубины по сравнению с этим это может быть около там сантиметров шестидесяти все постепенно вот так вот опускается и плавно выходит на уровень более-менее ровно через который можно будет зайти сюда во двор планируется посадить здесь вот должна быть такая ретейнингвол я бы сделать даже два уровня сделать один уровень выложить его камнями и другой уровень выложить камнями нужны какие-то растения которые закроют забор несколько деревьев которые будут выше чем запор с этой стороны у нас очень красивые кипарисы то есть стоит задача просто закрыть забор чтобы он сам не очень бросался в глаза за этим забором очень красивые кипарисы то есть нет смысла сажать никакие большие деревья тут какие-то растения нужно посадить желательно такие которые влагоустойчивы не требует здесь палящее солнце солнце идет запада вот это и вот здесь юг а здесь запад и солнце вот так вот оно поднимается восток вот так вот идет через юг и заходит на западе и вот вся вот эта вот поверхность она западное солнце у нас самое горячее заходит оно поздно летом и вот это все будет под палящим солнцем практически весь день поэтому эти растения должны быть такие солнечные которым не требуется много воды и за которыми мало ухода скажу сразу мы небольшие любители ухаживать за всем этим нам нужно чтобы само все росло и по возможности требовало меньше усилий меньше грязи и так далее в качестве деревья я рассматриваю просто березы почему они мне нравятся они веселые они шелестят листьями и они сбрасывают листву у нас здесь очень популярные вечно зеленые деревья типа забыл как они называются мы которые роняют листовую круглый год то есть они не не сбрасывать всю листовую которую раз в год который можно убрать а сбрасывают в течение всего года и это грязно и это некрасиво и так далее поэтому желательно иметь деревья такие которые все-таки один раз в год нужно за ними поухаживать и дальше весь год они уже будут радовать глаз с листьями они или без здесь должны быть какие-то кусты наверное дальше да которые закроет наш страшный забор и вот с этих и спальни не будет видно всего этого некрасивого забора вот так будет видно видны красивые кипарисы которые вот находятся в этой части здесь детская площадка такая будет на ней травка желательно может быть артифишем мы положим травку что можно было побегать поиграть порезвиться может быть мы поставим какие-то снаряды для них тут спортивные здесь наверное должны быть какие-то растения а может быть наоборот эту часть как-то больше расширить надо сказать что все бетонные работы и связанные с укладкой вот каменного покрытия у нас очень дорогие я получила сейчас приблизительную цену на вот эти работы и в общем-то довольно таки дорого это все стоит и конечно в этом смысле нужно бы сделать как-то покомпактнее может быть лимитировать расходы на это с вот этим вот деком у нас тут получилась проблема которую вначале не заметили здесь на чертежах все красиво показано вот а на самом деле что получилось что у нас прямо вот на этом углу который является основной правной точкой для всего нашего бэкьярда да то есть вот вот это самое такое место которое будет использоваться я-то думал что здесь будут ступеньки и раз прекрасно может будет выходить и с этой стороны и с этой стороны но здесь у нас находится довольно большой пост и получается что либо нужно выходить отсюда либо отсюда вот так вот выйти по диагонали уже не получится в связи с этим возникает вопрос какую сторону сделать рабочие может быть здесь убрать эти вот растения сделать все таки тогда уже больше ступеньки вот таким образом до конца чтобы все таки было больше места чтобы спуститься сюда а эта часть может быть закрыть поскольку она будет не очень использоваться вот у меня такие вопросы я пока что общую картинку вижу а в деталях и самое главное как это все сделать по уровням вижу не очень поэтому если мы получим какой-то инпут со стороны зрителей нашего канала я буду очень признательна какие-то скетч и не нужно тратить много времени на это если что-то нам понравится мы захотим действительно обратиться сделать проект то мы с вами свяжемся оставьте свои координаты а на уровне скетч и идеи можно оставить свои комментарии например на на моем фейсбуке вот у нас есть здесь группа специальная сейчас она загрузится вот она называется russian construction remodeling and interior design and barrier вот эта группа что у нас там сейчас у нас какая-то там активити контракт разряду тити вот уж вот такое происходит люди советуются поэтому сюда можно оплоднуть фотографии сюда можно оплоднуть какие-то зарисовки какие-то наброски и мы с удовольствием это все рассмотрим потому что нуждаемся вашим импутин а сейчас посмотрите как это реально смотрится на местности с тем чтобы было более понятно о чем идет речь а